так ну вот дорогие друзья мы стоим сейчас с вами на переезде я немножко передохнул попил подаренную водичку и сейчас думаю о том если я сейчас поставлю у вас есть фанзера то есть если это практика то я должен отключить там и показать но скорее всего это все-таки большая покатушка я оставлю это покатушка ребята ладно тогда мы сможем с вами сейчас на обратном пути еще там пейзажики посмотреть мы поем я специально сейчас выбрал место где по правом берегу реки мы поем все открылся переход поехали сейчас главное быстро найти выезд кто я знаю где он тут быстро главное я знаю где он в той стороне остальное мне все плевать любая дорога приведет в город ну короче говоря я наделал себе по работа на я твоя думаю минимум ребята дня на 2 минимум мира вот и сейчас я сейчас выставляю по 50 работ в день потому что это гораздо легче детали там виды какие то чем если бы я предметку делал предметку делать сложнее так тут будет конечно не очень просто заехать и там и там и сям и бесконечно все ну вот мы с вами едем дальше кстати вот здесь слева дорога на вильтер парк это и есть тот самый вот здесь мне сфотографировали гады по-моему здесь 50 а я что-то ехал хорошо уехал я не помню я не помню они это считают закрытым местом то есть городком это по городу свыше 50 не можешь ехать ну я говорю это такое дело что так это попал в последнее время слишком часто годы бывало ездил нифига тут на тебе так вот сейчас стоит указатель и тоже стоит указатель скорости заразы какие и мы из городка вроде как выехали вот там стоит по-моему 70 мы можем теперь ехать фух так вот этот мост на которую мы смотрели с другой стороны когда в ульне были в ункале были я вам говорил что вот этот мост может быть мы когда-нибудь по нему проедем сейчас его увидите и такая излучина красивая я специально поэтому решила оставить этот камеру включенной чтобы может быть вам удастся посмотреть но дело в том что сейчас ее огородили по моему раньше нет раньше как бы такой высокой загородки не было мне кажется сейчас она огорожена высоко вот излучина отсюда красиво можно снимать все эти горы села семи горе это видно да эти маленькие деревушки немецкого стиля сделано 70 так вот тут можно постоять как-то пофотографировать ну не здесь естественно спустился тут какая-то заброшка стоит блин красивая заброшка даже не попадешь да туда не попадешь скорее всего ну если постараться то я думаю да ну не надо подумать надо подумать надо подумать вот тут остановиться где-нибудь ух ты какой пиевый шустрый вот тут вот здесь место найти себе на крайнем случае с одним рюкзаком то можно и там пройти где-нибудь вот оно вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь пункт где мы с вами были гуляли фотографировали вот он как раз напротив вот здесь вот здесь замечательный городочек и вот с этой стороны нет есть смысл приехать проверить этот катетчик Может быть, есть подходы. А нет, значит, со стороны поснимать хотят. Луинов мне уже вроде как хватило. Не хочу еще. Ну, вот и балл показался. Так, тут у нас дом красных фонариков. Но сейчас его заменили на греческий ресторан. Наверное, невыгодно стало. А раньше было это. Заходи, пользуйся, плати. Раздевайся, ознакомься. Вот. Еще немножко красивости, и я выключаю, чтобы вас не переутомить. Ду, 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 д Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 не рассматривайте особо полтинник ставить ну вот интересно тогда шуф пала скрепляется такими железками первый раз и вижу очень интересно так потом бьет такого снял так сяк сяк все правильно потому что они медицина можем выдумать дай тогда я поснимаю на сирвановской да а там уже выберу что мне потребуется понадобится потом такой комок красивых железок наши отлично бакен и на фоне яхт хорошо и вот этот самый винт с сякаре тут я колокол жалко вот нельзя было туда залезть запрещено ну ладно снизу сняли так вид уголек 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 так нужная вещь хозяйстве и и вот пошли такие мотивы чисто железнодорожное что я хотел переключатель стрелок это башмак которым тормозят колесе это такой ржавый натюрморт из гвоздей всего и вот гость программа немецкие старо-немецкие тут понимаете тут точно что это до военной или во времени 2 до военной потому что после войны их скорее всего уже не выпускали и не было названия дочи райсбан у меня была карта дочи райсбан я продал не нужно нам не было вот а вот такой прикол я впервые вижу чтобы здесь висел райсбан не знаю стоят так тягачок там просто такая штука тут интересные всякие вот эти манометры я люблю такие штуки вот и потом вот это очень интересно такая штука я не знаю что такое ну очень интересно такая вот туда пошла и вот этот там был что-то написано вот тут так сейчас глянем можно прочитать нет нельзя прочитать конечно там было написано что это за вагонетка такая абсолютно замечательный кадр и сна так поражает тут куча вокруг него всяких тоже железок в общем это колондайк для любителей и вот я пошел тут пофотографировал немножко а потом решил подойти к этому вагону и вот я увидел там вот это чудо это действительно что-то ребята это что-то блин я так зарадовался давай со всех сторон фотографировать и под ним и за ним и над ним только не получилось над ним ну представьте вот такая вот штукенция блин где ты ее возьмешь где-то такую текстуру и текстуру найдешь нигде их нет уже давным давно нет сцепки что-то я затемнел так на самый прикол железо железо когда я залез в кабину вот был прикол блин стоит стоит лопата ну да ну такого снимка просто сейчас не может быть нигде ни у кого практически да в музее может быть а там вы все чистенько все красивенько будет а вот такого попробуйте найти то есть нет страшно повезло единственное боюсь что не везде получилось резко потому что с рук все это ясно где мог и промазать вот тут я по моему промазал с резкости сразу но зато вот здесь хорошо так потом я еще снимал отдельные части потом начал выглядывать из паровоза из окна паровоза прикольно так было это прощение интереса же ребенка бронтозаврик сидишь бронепоезд были остался к этот максим туда вытащить пулемет ну очень это что-то естественно да и самое главное что навряд ли у кого-то такое есть судя потому что там вообще чисто все от этих пачкунов то здесь их нету не бывает с никого а будет и погонит я хорошо догадался договориться с самого начала знаете какие красивые филисные побрякушечки потом снял все эти цилиндры как вот это работает все даже страшно интересно это же страшно интересно как это всем паром двигалось ну подшипников нет видно что подшипники все давно отслужили свое но вот этот я даже не знаю что это такое я не знаю что это такое это какая-то часть паровоза то есть один паровоз стоит а второй рядом к нему состыкован то есть без колес без всего просто вот эта часть железная вот она не знаю откуда они взяли но на ней колес нет она вплотную стоит тоже к этому который открытый видите вернее вот к паровозу стоит и тут я тоже разошелся давай все фотографирую все что перед камерой все что объектив поместилось то все это снимал мыть какая члене на туда поставить вот такое скорее всего не пропустят я на всякий случай снял кому-то принадлежит может быть тому же и начальнику а я тут начну выставлять благодарность я просто на всякий случай снял вот ступенька туда в паровоз очень я постарался ничего не пропустить даже вот цветочки будут вот этот самый вулкан поезд экспресс здесь какая-то еще приспособа к нему дрейзина и вот там далеки вот они были вот я шел тут деровон топ-топ-топ-топ-топ-топ потом нашел водозаборную эту, колонку, короче говоря, вот колонка, да, со всякими, очень тоже такая массивная, красивая, старая. Так, ну это, ну это вагонетка какая-то, только почему-то на ней нету ничего, просто, наверное, вот такой тележка может быть. А, это тележка, скорее всего, не какая-то вагонетка, это для груза, скорее всего, тележка. Приехали пассажиры, чемоданы посложили, ну и вот тут я уже развлекался вовсю. То есть шел прям по рядам, щелк, 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 щелк. У меня 294 картинки, ребят. Вот стоит 293 объекта, представьте, и почти все один, хоть час выставляй. То есть без промаха бил. Вот такие вот мощные тоже. И потом у мошел лежит такая штука тоже, подпирает который. Башмак. И вот тут вдруг, я еще не видел, пока тут фотографировал, все, да, бах, выплывает вот такой вагончик. Это вообще, я не знаю, сколько ему лет. Это вообще какой-то странный вагон. Я его немножко пофотографировал, потому что сил не было. Я уже был на исходе лошадиных сил, все, уже не было. Хотелось с другой стороны еще залезть, но там надо было наверх переться. Я думал, на следующий раз, а нынче я уже не потянул. Вот тоже башмак стоит под колесом, тоже интересно, он прям там стоит. Я его не подкладывал. И двери я поснимал. Так. И вот здесь я хотел закончить. Все, видите, тупик. Все, думаю, ну, все. Ну, душа не смогла, когда я обратно шел, смотрю, еще красивше такие стрелки переводов, да. Ну, как я это? И потом вдруг я увидел тут этого смотрителя там, он же выбирал вагоны. И я ему говорю, что так и так я бы хотел внутри снять. И вот я от начальника сказал фамилию, все, он тут руку к козырку приложил, дал мне ключ. И пошел фотографер, представляете. Это было что-то, я был вне себя от радости, да, потому что, ну, вот таких снимков нет. Нет, нету. Они или людьми заполнены, да, когда праздник, то есть невозможно снимать. Или ты просто туда не попадешь. И я там постарался тоже все поснимать, все, что только возможно. Прям вот и запах-то старинный, скажем так, не противный какой-нибудь тлен. Нет, вот вощеные вот эти лавки и так далее. То есть все хорошо сохранено. Ну, я говорю, они ездят. Потом я нашел этот, как его, нот Брэмзе, это, ну, который тормоз, да, тормоз случай, чего? Как он называется? Который на ходу поезд остановленный. Стоп-кран. А, это стоп-кран по-русски. Вот, стоп-кран. Ту, блин. Вот так живешь, забываешь. Так, а потом я еще залез сверху пофотографировал. Ну, блин, там никого нет. Всем мне все разрешено. Ключ у меня. Открыл даже эту теплушку. Заглянул внутрь, там ничего интересного, но снял двери открытые. Вот, красивый тоже снимок. Все деревянное, такое благородное, такое. Вот здесь надо посветлее сделать. Вот, а здесь они пиво пьют по дороге, представляете? Залазь же, едешь, да, пиво пьешь. Красота, блин. Вот. То есть, я на славу оторвался, ребят, на славу просто, да. Ну, и потом, последнее, что у меня было, заметил еще часы. О! Ну, написано в туалетах, конечно. Ну, я это затру, что-нибудь там оставлю, только белое. Ну, это хороший кадр. Ну, не белесые, но это я поправлю. Вот, такой, ребята, улов. Вот такой улов. Я, я очень доволен. Я очень и очень доволен. Ну, и все на этом, дорогие друзья. Это третья часть, заключительная нашей поездки. Она уже практики, как хотите, назовите. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам творческих успехов и вот таких находок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok